Всем привет! С вами Натали. В сегодняшнем видео я бы хотела с вами поделиться моими подарочками, которые мне подарили в ЛАЖ при нашей поездке с Валерой еще в Англию. Очень много людей просили такой ролик и сегодня я решила спустя такое время после поездки достаточно продолжительно его все-таки снять. Покажу, что же мне там подарили, расскажу, что для чего и так далее. И если вам понравится это видео, то поддержите меня пальчиком вверх, а также подпиской на мой канал. Вышло так, что когда мы ездили с Валерой в Лондон, примерно день на третий, наверное, на четвертый мне написала девушка-представитель из нашего российского ЛАЖ и сказала, что не хочешь ли ты пойти в ЛАЖ на Оксфорд-стрит, чтобы тебе там провели экскурсию как блогеру, показали, что к чему, различные новинки, ты могла бы все потестировать. Я как большой фанат косметики ЛАЖ, конечно же, согласилась, потому что я просто очень сильно люблю эту косметику. И, конечно, такая да-да-да, учитывая, что я знала, что магазин там огромный, мы договорились, пришли туда и девушка делала мне экскурсию, показывала новые бомбочки, различные гели для душ, ну и так далее. В общем, все, что у них есть. И благодаря вот именно ЛАЖ на Оксфорд-стрит я узнала, что, оказывается, у ЛАЖ очень много декоративной косметики. Вот такие две баночки. Кстати, очень люблю оформление. ЛАЖ. Здесь идет такая вещь, как hair treatment, то есть это что-то вроде смываемого бальзама для волос, но перед мытьем волос. То есть можно сказать, что полумаска, полубальзам. Это средство называется Marilyn, и оно идет для блондинок. Я не знаю, каким образом вообще это все работает, но это делает ваши волосы светлее, я вот вам говорю. Это избавляет от нежелательной желтизны, учитывая, что это не фиолетовый какой-то шампунь, нет. Здесь вот содержание такого, содержимое, точнее, белого цвета. Очень приятно пахнет, как будто что-то есть индийское в запахе, я не знаю, могу ошибаться. В общем, как ее нужно использовать перед мытьем головы, если вы блондинка, достаточно светлая блондинка, но вам хочется добавить в волосы еще как будто яркий вот блик, чтобы они как будто стали посветлее, то вам нужно нанести это на всю длину волос, походить минуток 30-40, ну в общем, сколько угодно, и уже идти мыть голову. Я сначала такая думала, да это, наверное, фигня. Я когда этим воспользовалась еще до покраски в розовый цвет, я вообще офигела. То есть я посушила волосы, посмотрела, действительно стало светлее, если это можно так выразиться, и цвет как будто более ровный сделался, так что вот это просто чудеса какие-то, а не вещь, вот этот Marilyn. Поэтому, блондинки, попробуйте, я думаю, что вы оцените. Следующая баночка называется так, Rose Argan Body Conditioner, то есть это кондиционер для тела, смываемый. Когда вы принимаете душ, вы там помылись гелем или поскрабились и так далее, но вам нужно придать коже увлажнение и такое, скажем, питание или у вас сухая кожа, да, тело. Вы наносите вот этот кондиционер на тело, ух ты, пахнет он действительно розочками какими-то, и втираете и смываете, и у вас на коже остается, ну, такое масляное покрытие. Я бы не сказала, что оно какое-то липкое, очень противное, интенсивное, и хочется это смыть. Нет, оно в течение минут 30-40 полностью как-то впитывается, и кожа просто становится очень-очень мягкой. Ничего к ней не прилипает, ну, то есть, как можно подумать, как после масла для тела, нет. То есть, кожа мягкая. Дальше у меня пойдут средства, которые мне просто подарили, но я их еще не использовала. То есть, у меня отзыв был про эти две баночки, хоть что-то я могла сказать, дальше я еще не использовала. Подарили мне в Lush вот такой шампунь банановый, банана шампунь. В общем, он идет для всех типов волос, я поняла, да, для всех абсолютно типов волос. Я не чувствую запаха, конечно, банана здесь, я чувствую явный запах, как будто лаванды. Не знаю, написано ли что-то здесь про лаванду. Ох, я могу нюхать Lush просто, не знаю, до конца своих дней, мне кажется. Мне прикалит, как когда мы заходим, например, в Москве в какой-нибудь торговый центр, я еще не знаю, есть там Lush или нет, и вот я хожу, и так нанесло немножечко. Здесь есть Lush, надо его просто найти и иду, короче, на запах, просто откуда он идет, и нахожу Lush. Далее подарили мне гель для душа, а именно он сливовый, выглядит вот как черный-черный такой флакон. Но на самом деле он темно-темно-синий, если смотреть на просвет. Естественно, пахнет он сливой, как ни крути, ну это понятно, да? И он вот фиолетовый. Знаете, такое ощущение, что пахнет не только самими ягодками, пахнет еще и вот листиками и самими стебельками. Как будто это все растолчили и пустили в средство. О, дальше пошло интересненькое вот такая коробочка. Что же у нас здесь находится, спросите вы? А я вам скажу, это тени для глаз. Представляют они вот с собой такой кусочек, как будто это камушек. На самом деле они очень хорошо пигментированные. Их можно наносить сначала на руку, потом с руки уже на глаз, либо кисточкой набирать прямо вот здесь. Посмотрите, так вот выглядит. Очень необычный, конечно, формат для теней, для век, согласитесь, да? Просто как будто кусочек пиццы такой лежит. Далее идет у меня не менее интересная вещица. Это помада для губ. Называется оттенок Soul, я так понимаю, да? И она тоже светленькая. Сейчас мы с вами ее откроем. Она идет даже больше как бальзам, потому что она практически бесцветная. Я бы даже сказала, что бесцветная. Она придает легкий-легкий такой вот прям блеск. Ну, для блондинок подойдет. Посмотрите сами. Ой, пахнет, знаете, медно. Вот такой пакетик. Что же мне здесь упаковали? Представляете, все еще даже не распакованное. Так, это пена для ванны. И, по-моему, это такая, которая у меня была. Это же розовый фламинго, дитя заката. Пена для ванны. Вот это, кстати, очень удобно на такой палочке. Я как делаю? Я отламываю сначала голову фламинго, потом тело. И подставляю под струю, достаточно сильно бьющую струю. И такая пена образуется. Далее, пакетик. Открываем. Здесь у меня, судя по всему, бомбочка для ванны. Да! Rollerbeef Bomb. По-моему, как-то так. Потому что у меня здесь стерлась надпись. Ну, я видела такие желто-розовые, по-моему, еще. Теперь вот бело-фиолетовые еще такие бомбочки есть. Бомбы – это отдельная тема в ЛАЖ. Они настолько ароматные. Просто слов у меня нет. И запахи. Что мне нравится, то, что запахи какие-то незаезженные. Вот у них ароматы именно свои. Их не перепутаешь ни с какими другими. По-моему, плитка для ванны. Ой, какая прелесть! Это рожек-единорожек. Только он толстенький. Ох, боже ж ты мой! Вот этот запах просто нечто! Да, это плитка для ванны. Ее тоже можно разламывать, под воду раскрашивать. И у вас будет слегка такая цветная пена и очень-очень ароматная. Так, предпоследняя вещичка – это бомбочка для ванны. Давайте откроем, посмотрим, какая именно. Потому что у меня вот, ну, наклейки стерлись, к сожалению. Так, это золотистая бомба. Да-да-да! Она полностью желто-золотистая. И я помню, что вроде бы, когда вы ее кинете в ванну, оттуда пойдет вот этот желтый краситель такой, вместе, по-моему, с блестками золотыми. Я опять чувствую лаванду. Я не знаю, я везде чувствую лаванду. Это прям какое-то наваждение. Наверное, потому что я очень люблю запах лаванды. Кто любит запах лаванды, ставьте лайк. Ну, и последнее, что у меня здесь есть. Очень милая упаковочка. Посмотрите, так, на эту упаковочку. Так, сейчас кошачья властня прилипла. Ммм, упаковочка с какими-то зверушками. Body Butter – масло для тела. Ну, судя по всему, массажная плитка, грубо говоря. Открываем. Ух ты, она прям заскользила по моим теплым рукам. Вот она выглядит, похоже на кусочек хозяйственного мыла. А она со скрабирующими частичками. Пахнет цветами какими-то полевыми. И немного-немного медом. Да, запах очень классный. То есть, вот прям массажик там сделать того-сего, шейку, массировать спинку и так далее. Просто на ура. На этом, собственно, все. Интересно, есть ли у меня тоже поклонники Lush. Среди зрителей. Напишите, если есть. И какие средства у вас самые-самые любимые. Очень интересно будет послушать ваше мнение. Вот. Я хочу сказать, что у меня фаворит Lush – это маска для лица. Называется она «Овсяная». Она просто шикарная. Эта маска. Я ее уже раза 4, наверное, 5 покупала. Это, наверное, одно из лучших средств из масок, что со мной вообще случалось в этой жизни. Также я хочу сказать большое-большое спасибо Lush за приглашение в свой самый главный магазин. Потому что именно на Оксфорд-стрит это самый-самый главный и центральный Lush. Трехэтажный. Да, трехэтажный. Капец. Я обязательно туда еще вернусь, как ни крути. Вот. Буду заканчивать свое видео. Надеюсь, что вам оно понравилось. Если у вас остались какие-то вопросики, то можете задавать их мне в комментарии. Также напишите, пожалуйста, какие ролики вы ждете от меня в скором будущем. Вот. И подписывайтесь на наш логовый канал, на мой инстаграм. Чтобы, если вы еще хотите следить за моей жизнью, конечно. Все. Прочаюсь. Увидимся скоро. Пока-пока.